Антон Анатольевич Ищенко Уважаемые коллеги, ну наверное только ленивый не говорил в стенах этого зала о том, что правительство неэффективно управляет активами государства. Мы достаточно дешево вкладываем, достаточно дорого привлекаем. И сегодня звучали цифры 0,74%, это именно та доходность, на которую сегодня рассчитывает наше население от размещения средств резервного фонда, фонда национального благосостояния. И вот наконец-то настал долгожданный день, когда правительство озаботилось этим моментом. И мы сегодня обсуждаем законопроект, предусматривающий создание специализированной финансовой организации, которая должна наконец-то переломить ситуацию по такому вот неэффективному управлению доходами, активами государства. Но что-то радости, к сожалению, не чувствуется, потому что закон, который внесло правительство, получился какой-то корявенький. Ну на самом деле, вот сегодня уже прозвучали выступления всех фактических фракций, абсолютно все представители комитетов, которые присутствовали при обсуждении. А было четыре заседания комитета, несколько подкомитетов. И везде было сказано, что та выбранная организационно-правовая форма, которую предлагает правительство открытое акционерное общество, она неприемлема и не может быть рассматрена как основной организационно-правовой формой, предусматривающей управление государственными активами, тем более в таком размере. А речь идет о фактически втором бюджете Российской Федерации, 10 триллионов и в перспективе, возможно, даже больше. Непонятны мне позиции правительства, когда говорят, что открытое акционерное общество, оно 100% принадлежит государству и что продавать акции оно не будет. И в самом уставе написано, что 100% у одного учредителя, хотя это фактически прямое нарушение закона об акционерных обществах, который прямо говорит, что это открытое публичное предприятие, учредители которого, акционеры, могут реализовывать свои акции без согласования с другими акционерами. Поэтому тут огромный вопрос и абсолютно согласен, очень хорошо, что в заключение попала норма, которая предусматривает, заключение комитета, которая предусматривает пересмотреть как раз вот это положение касаемо организационно-правовой формы создаваемого предприятия. Наверное, есть смысл посмотреть на форму унитарного предприятия, которое как раз предусматривает управление государственными активами, при этом право собственности на эти активы не переходит к предприятию, а активы являются собственностью государства, и все доходы, которые получает это предприятие, также являются собственностью. То есть унитарное предприятие. Вот я увидел здесь уже подтверждающие кивки головой, поэтому я согласен, что именно на это надо обратить внимание, и, конечно же, нельзя отдавать на уровень подзаконных нормативно-правовых актов создание такого агентства. Это обязательно должен быть отдельный закон, который будет регламентировать полностью деятельность этого предприятия. Конечно же, надо предусмотреть, чтобы ценные бумаги, которые будет приобретать это агентство, были приобретены российские ценные бумаги, какой-то лимит должен быть установлен для того, чтобы деньги обращались на территории Российской Федерации. Необходимо ввести запрет на приобретение ценных бумаг предприятий, компаний, которые находятся на территории офшорных юрисдикций. Это очень важно в сфере последних, в сфере высказываний и президента, но мы видим, что на самом деле здесь ситуация достаточно критическая. Ну, конечно же, отдельный вопрос – это публичность этой кампании, это парламентский контроль, абсолютно непрозрачная система формирования наблюдательного совета, непонятные процедуры назначения руководителя агентства. Я считаю, что здесь есть смысл подумать о том, чтобы наблюдательный совет формировался на одну треть из кандидатур, которые представляет Государственная Дума, одну треть формировалась на основании предложений Совета Федерации, и одна треть – это правительство. Ну, а руководитель должен быть назначен Государственной Думой по предложению председателя правительства Российской Федерации. Ну и, конечно же, вот не могу не сказать о качестве подготовленных документов для защиты этого законопроекта со стороны правительства. Нам уже говорили, что вроде бы не требуется затрат на создание этого предприятия, но в то же время есть документы, которые все-таки правительство нам дало, в которых предусматривается полтора миллиарда рублей на формирование уставного капитала, причем это облигации внешнего займа России-30, там еще непонятно, кстати, с номинальной стоимостью или с рыночной стоимостью, по какой правительство собиралось вносить, там есть разница. Я вам хочу показать просто документы, на основании которых мы должны принять такое вот судьбовносное для страны решение. Вот это называется ориентировочность метра расходов, 10 строк, буквально полтора миллиарда рублей. Первая строка приобретения здания 700 миллионов. 50 человек. Ну, возьмем норму 20 метров на человека, получается 1000 метров. Я вам хочу сказать, что в Москве в центре можно купить здание за 300 миллионов рублей. Если мы будем строить это на территории Новой Москвы, такое здание обойдется в 60 миллионов рублей. Но если мы будем покупать здание какого-нибудь ненужного военного института, оно нам обойдется, у Министерства обороны, оно нам обойдется в 18 миллионов рублей. Вот. Ну, это первая бумага, да? Вторая бумага, их всего две на самом деле. Вторая бумага, это вот эти великолепные мешочки. Значит, мы предусматриваем затраты из федерального бюджета полтора миллиарда рублей, доходы 2 миллиарда рублей. Вот, уважаемые депутаты, вот вы когда вносите какие-то законопроекты, которые предусматривают расходы из федерального бюджета, я вам предлагаю в финансо-экономическом обосновании в правительстве не писать цифры, а рисовать мешочки. И тогда у нас все будет сходиться. Как правительство в парламент приходит, так и депутаты будут приходить в правительство. Ну, отдельные слова, конечно же. Со своим мешочком. Да, у каждого свои мешочки. Очень такое оживленное было обсуждение в комитетах. Я хотел бы просто, пользуясь этим случаем, отметить, высказать слова благодарности тем депутатам, которые на самом деле проявили гражданскую позицию на комитете. Это и Владимир Николаевич Федоткин, и Николай Николаевич Гончар, и Геннадий Васильевич Кулик. Большое вам спасибо, что благодаря вашим усилиям в заключение все-таки попали именно те положения, которые сегодня озвучил Андрей Михайлович. Ну, и хочу сказать, что фракция ЛДПР не может поддержать этот законопроект, учитывая, что не установлена эффективная система парламентского контроля. Это не публичная организация, которая бы была подвержена контролю со стороны счетной палаты или населением. Иначе, в противном случае, если мы все-таки поддержим и примем этот законопроект в ближайшем... Спасибо.